Наша планета нуждается в защите прямо сейчас. Однако для спасения планеты вовсе не обязательно ехать на Амазонку высаживать тропические леса или бастовать перед зданием правительства. Вполне достаточно начать со своей жизни, и немного изменив ее, жить гораздо экологичнее и осознаннее. И для этого необходимо искреннее желание помочь. Сделайте это для природы, для животных, для своих близких. Первым делом – кофе. Сварите кофе в турке или приготовьте его с помощью френч-пресса, чтобы отказаться от кофейных капсул. Вместо того, чтобы выбрасывать использованную кофейную гущу прямиком в мусорное ведро, используйте его как удобрение для ваших растений или натуральный скраб с приятным ароматом. Если вы предпочитаете пить чай, а не кофе, выбирайте чай высокого качества. Органические чаи значительно меньше подвержены воздействию пестицидов, чем обычные чаи. Чистим зубы. Зубная щетка из бамбукового дерева прекрасно очищает зубы и поддерживает их белизну. Выключайте воду, когда чистите зубы. Вместо зубной пасты используйте натуральный зубной крем с травами. Безопасная красота. Переходите на натуральную косметику и пользуйтесь натуральными чистящими средствами с хорошими ингредиентами. Проверьте свою косметику на наличие проблемных ингредиентов. Покупайте крема, масло и маски в стеклянных или керамических емкостях. Обратите внимание на маркировки. Транспорт. Короткие расстояния вы можете проходить пешком или проезжать на велосипеде, самокате. Если вы живете в городе, отдавайте предпочтение городскому транспорту. Перелет на самолете 2500 километров – это выброс 1 тонны и 300 килограммов парниковых газов на каждого пассажира на борту. Это вся ваша годовая норма выбросов. На рабочем месте. При покупке техники обращайте на гарантию низкого уровня энергопотребления. Нигде и никогда не пользуйтесь режимами ожидания. При возможности используйте лестницы вместо лифта. Это полезно для здоровья и экономит электроэнергию. Организуйте раздельный сбор мусора в офисе. Заведите коробку для утилизации опасных отходов, батареек и картриджи для принтеров. Делаем покупки. Не брезгуйте кривыми и некрасивыми фруктами и овощами, зато они натуральные. Покупайте газировку в стекле или металлических банках. Покупайте туалетную бумагу, носовые платки и кухонные рулоны из переработанных материалов. Знаете ли вы, что существуют многоразовые палочки с наконечником из медицинского силикона, которые можно мыть? Носите с собой сумку из джута, чтобы не покупать в магазине целлофановый пакет. Домашнее хозяйство. Используйте натуральные домашние средства, такие как уксус и сода, для очистки гладких поверхностей. Горчичный порошок идеально подойдет для мытья посуды. При стирке используйте экологические моющие средства. Откажитесь от сушки белья с помощью электрической сушилки. Старайтесь не запускать стиральную машину полупустой, лучше накопить грязных вещей и постирать все их разом. Если вы вечно забываете свет в комнатах или вынимать вилки из розеток, то приобретите беспроводной домашний пульт дистанционного управления. Первый шаг к экономии электроэнергии в любом доме – это замена обычных лампочек на светодиодные лампы. Один из лучших методов экономии электроэнергии – это меньше пользоваться гаджетами. Заряжая свой телефон, включайте на нем авиарежем. Замените батарейки аккумуляторными. Регулярно размораживайте холодильник. Морозильные камеры и холодильники, которые заполнены льдом по стенкам, требуют больше энергии. Раньше ложитесь спать и раньше просыпайтесь, чтобы застать световой день полностью и не тратить электроэнергию в темное время. Это поможет природе, потому что ночью спрос на электроэнергию ниже, и электростанции меньше изнашиваются. Спасибо, что помогаете сделать наш мир лучше, с каждым маленьким шагом к гармоничному, сознательному образу жизни будущее непременно становится чудесным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова